МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Стругановском дворце Санкт-Петербурга открылась выставка «Мир Нивхов». Совместный проект Государственного русского музея и Сахалинского областного художественного музея стал возможным при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи». Нам с вами невероятно повезло родиться в многогранной, прекрасной, но необъятной стране, где проживает очень много народов. И для того, чтобы объехать всю нашу страну и познакомиться со всеми этими народами, конечно, никакой жизни не хватит. Но здесь на помощь нам приходит искусство. Впервые в истории сахалинской культуры экспонаты из коллекции островных музеев, рассказывающие о коренном народе Северообласти Нивхов, были представлены в одном из крупнейших музеев страны. Выставка, которую сегодня мы показываем в нашей публике, она для русского музея и неожиданная, и, в общем, как-то вот так она вполне логична для нас. Почему? Рядом вот с этим зданием располагался институт народов Северо, который существовал в середине 20-х годов. И когда этот институт закрылся, то произведения из этого института в основном попали в русский музей. В экспозиции картины первого нивского живописца Сергея Горки, художников Гиви Манткавы и Дю Минсу. Этнические сюжеты народной мастерицы Лидии Демьяновны Кимовой. Помимо живописных и графических полотен, посетители увидят скульптурные портреты Анатолия Ни. Особое место в экспозиции заняла сцена из жизни Нивхов, художника с мировым именем Григория Брускина. В прошлом году картины случайно обнаружили в запасниках Ахинского музея и после реставрации представили в Южно-Сахалинске, а теперь и на берегах Невы. Ахалинцы до сих пор помнят прекрасную выставку, которую предоставили Государственные русские музеи в 2014 году, пять веков русского искусства. Мир Нивхов стал своеобразным Алла Верды, нашумевшей выставке пять веков русского искусства. Два года назад при поддержке Сахалин Энерджи в областной художественный музей привезли шедевры живописи из собраний русского музея. И вот теперь 76 экспонатов мира Нивхов до первого марта в залах Строгановского дворца. На следующий день в Строгановском дворце прошла презентация аудиосказок основоположника нивской литературы Владимира Санги. Совместный проект правительства области и компании Сахалин Энерджи стал, по словам авторов, продолжением стратегии по сохранению и популяризации культурного и языкового наследия сахалинских Нивхов. На протяжении последних двух лет произошли важнейшие события в нивской культуре. Это признание литературных достижений и духовности нивхов в стенах ЮНЕСКО в Париже в 2015 году. И вот сегодня замечательное мероприятие высочайшего уровня. Под одной обложкой два аудиодиска со сказками на нивском и русском языках, а еще книжка. Иллюстрации к ней нарисовали дети во время творческого конкурса к 80-летию писателя. В сборник вошли пять произведений Санги. Сказки на нивском прочел автор, на русском известные российские актеры, среди которых Юлия Рудберг, Ольга Будина и коренной петербуржец Борис Смолкин. Я читал сказку «Бурундук ищет друга». Когда я ее начитывал на диск, я находился в Москве, то есть, в общем, далеко от своего родного дома. И эти ощущения брондука, который тоскует в лесу без друга, они как-то легли на мое состояние. На презентацию аудиодиска собрались ученые, лингвисты, студенты Института народов Севера Герцеловского университета. Его директор Людмила Гашилова считает, что аудиодиски – это не просто красивый сувенир, это прежде всего учебное пособие. У нас есть две филологические образовательные программы, и вот сегодня именно студенты находятся здесь, которые непосредственно будут изучать. Аудиодетский сказок Владимира Савенгеи будет передано в Институт народов Севера, а также в Сахалинские школы, где изучают Невский язык, и библиотеки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова